Бедой сегодняшнего дня в России, как ни странно, стал вопрос о повсеместном незаконном строительстве. Слова «высотки на сотках» уже набили оскомину. В Ленинском районе таких строек тоже хватает. Обычно эти адреса появляются в зоне индивидуального строительства. Но так, чтобы тонхаусы стали строить в заповедной зоне, такого еще не было. Продолжит тему Елена Бабина. В уникальном месте рядом с речкой Гвоздянка еще с незапамятных времен была царская водщина. На землях которой со временем появилась усадьба князей Волконских. Судьба которой на сегодняшний день в плачевном состоянии. Кроме того, что начали разрушаться старинные постройки, усадебные земли стали со всех сторон окружать новостроем. Нашлись и такие дельцы, которые решили строиться и на заповедных местах. Строительство началось на территории памятника архитектуры федерального значения усадьбы Суханова. Из публичной кадастровой карты видно, что часть территории разделена на кадастровые квадраты. Каким-то образом отчуждена. И с видом разрешенного использования под жилищное строительство, личное подсобное хозяйство и огородничество. Выведено, по нашим сведениям, около 5 гектаров на сегодняшний день. Это более 30 участков. Инициативная группа жителей соседних деревень уже набрала многотомники запросов и ответов от всевозможных чиновников. Район отписал за подписью Вареника, что строительство незаконное, ведется без разрешения. И что собираются материалы для того, чтобы представить их суду. Собственник участка ведет себя в заповедной зоне по-варварски. Уже вырублено около ста многовековых деревьев. Государственным административно-техническим надзором выписан штраф в размере 200 тысяч рублей. Но что это за деньги по сравнению с будущей прибылью? А она запланирована. Ведь на участке строится таунхаус. И очевидно, что для продажи. Сейчас это уже не дом для одного хозяина. Вы видите, это пять таунхаусов с гаражом на первом этаже, с комнатой и двумя комнатами на втором этаже. То есть это явно не для хозяина, это для продажи. Неравнодушные люди пытаются своими силами противостоять незаконному строительству. Зная, что бурение скважин должно проводиться только по специальным разрешениям Министерства природопользования, жители несколько дней блокировали въезд этой техники. Но круглосуточное дежурство никому не под силу. Состоит бурильная установка, которую дважды местные жители не пропускали на территорию памятника. Строительство здесь не должно вестись. Костры нельзя разжигать. Выпиловку, выкорчевку нельзя производить. Нельзя дороги строить. Даже линии электропередачи то нельзя вести по этой территории. Министерство культуры Московской области также обнаружило нарушение в зоне объекта культурного наследия федерального значения усадьбы Суханова. Материалы дела уже направлены на Видновский городской суд. Будем вместе дожидаться правосудия. Елена Бабина, Александр Ильин, Евгений Садовский, Видное ТВ.